здравствуйте это канал максимадзе и сегодня я бы хотел вместе с вами взглянуть на такой нашумевший трейлер как вы знаете minecraft это одна из самых известнейших игр за всю историю игры игровой индустрии вроде бы это даже вторая по продаваемости игра во всем мире уступая лишь обычному тетрису и собственно говоря по нему решили сделать фильм в кино вообще слухи о том что будет фильма появились еще давно может года два назад может даже больше нет ни не два больше может даже на четыре года назад слухи появились точно не помню по моему когда майнкрафту стукнуло 10 лет 2019 год был и короче наконец-то представили первый тизер и пул трейлер этот получите тизер получился очень скандальным набрал очень большое количество дизлайков я видел из него небольшой отрывок и этот отрывок меня уже не впечатлил а сегодня я предлагаю вместе с вами посмотреть этот трейлер полностью посмотреть как я какая мне реакция на него будет и собственно анализировать этот трейлер вместе с вами фанаты говорят что они получили совершенно не того чего они ожидали ну что же давайте не будем тянуть время давайте начнем сразу смотреть сначала посмотрим трейлер целиком потом будем его разбирать поехали так ну вот мир майнкрафта да тут реальные люди по кубическому миру шарится пришли видимо из портала из того что же мы так ну это пиглины то я и газ ты еще был это верстак типа сейчас был да да это пиглины о крипер это типа стив 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 стремный на мой взгляд очень и вот такой логотип логотип принципе прикольно на это лома 4 апреля 2025 года в кинотеатрах короче вот что я в принципе увидел ну во первых графика но давайте не давать давайте даже заново запустим и будем получать и анализировать во первых вот только что мы слышали звук при перемещении в этот ват или на или обратно во первых графика в графика в принципе красивая мне нравится хоть и совершенно не такая как в оригинальной игре но все таки там графика точно не подходящий для кино поэтому здесь ну красивый график в принципе неплохо вот дальше вот следующий нюанс который я бы хотел отметить люди здесь реальные живые люди то есть никакая не компьютерная графика это именно люди и вот как-то вот как раз таки видимо то чего фанаты не ожидали фанаты и я в принципе тоже надеялся что там будет там будут человечки из майнкрафта там реально компьютерная графика там будет как бы внутри майнкрафта все как происходит они люди которые из реального мира пришли в мир попали в мир майнкрафта и пыталась у меня это полагаю есть подозрение что сюжет начнется с того что вот эти вот люди переиграли в майнкрафт и очутились прямо в мире майнкрафта и виде и будут пытаться просто майнкрафт это жизнь вот как среди многих подростков бывает графика в принципе впечатляющая реально нравится тут люди разных возрастов то я смотрю вот такая вот овца вроде бы текстурка реально как бы катит под майнкрафт но ли но рожа у овцы вообще не такая как в оригинале тут какая-то белая она и розовая овца почему сразу розовая овца я вот розовых овец вообще не встречал в обычном мире только если их не покрасить краской короче овца выглядит как-то немножко стрёмно всраты вот правильное слово всраты а вот а вот пиглины с гастами вот пиглины с гастами вы знаете выглядит классно в принципе для такой графики выглядит очень даже прикольно вот пиглины только от мне интересно вот что делают пиглины в обычном мире они же они и пиглины они в аду присутствуют и по моему по моему я могу ошибаться но по моему если пиглина касса обычном мире он превращается в свинозомби здесь почему-то этого не происходит а еще на гастах я смотрю когда воздушных шарах летают в принципе затея прикольных ну и газ ты выглядит реально классно мне в принципе вот это мне нравится на самом деле да вот такая вот вещь волк горбатый волк правда почему-то еще вот это вот это верстак типа вот это вот верстак его здесь разные объекты вот сундук эндера я вот вижу бочки факела вот мечи динамиты вот сразу прям первое что в глаза бросается это видимо шлем и наверное алмазные и там еще всякие какие-то предметы вот вот он просто верстак использует что-то вот сделай не знаю что это такое что это за предмет ну тем не менее а вот дальше вот такая вот локация как-то вот здесь в деревне деревне жителей правда дома выглядит как-то по-моему не совсем так как они выглядели в майнкрафте и почему-то сразу песчаная вот эта поверхность и вот такая вот крепость как-то смесь смешанный какой-то бьем и часто майнкрафте видишь а вот блок маленькие это типа деревья рубишь и вот такой маленький блок остается ну как в игре собственно вот и берут а вот пиглины снова пиглины классно еще раз говорю там что-то простил было написано стив лава чекен крипер вот такой вот крипер выглядит как будто какой просто какой-то плюшевый но при этом нельзя сказать чтобы он выглядел ужасно а вот это видимо от от почему-то правда какой-то черный они такой красный но выглядит в принципе тоже классно а вот к стиву у меня отдельные вопросы я бы сказал мне лично кажется что неподходящего актера взяли может кто-то со мной поспорит но актер неподходящий считаю во-первых почему стив такой старый но вы видели седину у стива в майнкрафте и они я не видел во вторых почему он такой толстый стива никогда не был толстым майнкрафте никогда не было тут он толстый какой-то ну и ну и лично мне кажется что если вот герои попали в мир майнкрафта почему стив должен выглядеть как реальный человек из реального мира почему бы его из компьютерной графики мне сделать мне кажется было бы более логично хотя кто знает или вы хотите сказать что стив тоже попал сюда из реального мира как-то это немного странно ну можно наверное объяснить его старость тем что может быть и он как бы уже ветеран в майнкрафте уже тут все знает все умеет уже много чего понастроил выжил и так далее может поэтому такой старый вот вот этих вот людей четверых он будет типа обучать жить в этом мире киудила а во вторых остается за вопросом будет ли здесь алекс уже типа женский персонаж игровой майнкрафте в тизере его тизере мы ее не видели и есть вряд ли что ее здесь и не будет мешок с инструментами главу тут я смотрю если это лава конечно то здесь лава выполнена в виде блоков похоже майнкрафт муви короче ну вот собственно посмотрели мы трейлер а еще вот лама ну в принципе моба выглядит реально ну принципе подходящий выглядят принципе графику как-то реально стилизовали но дизайн у них может быть всратый но при этом не сказать что прям ужасный вот пиглины и гасты реально класса выглядит лама тоже неплохо а вот овца мне чуть не понравилось и блин вот пиглинов много и почему и вот будет как-то знаете и будет как-то не совсем логично будет немного странно если злодеями тут будут пиглины они какие-то там зомби и скелет и так далее зомби и скелетов я вообще не увидел в этом тизере вот такие вот короче такой вот трейлер ну что я могу сказать лично меня как многих людей больше разочаровывать чем радует я не лайк не дизлайк ставить не буду тут есть как и хорошие стороны так и плохие графика классная для для кинофильма графика очень классная и наверняка делали по хромакею большую часть ну и реально я уверен существуют такие моменты которые реально локации прям строили чтобы реально снять какую-то сцену ну а так в принципе выглядит хорошо но вот это вот задумка то что люди настоящие попадают из реального мира майнкрафт но это как-то это не то чего ожидали зрители я в том числе я ожидал что здесь будет там стив алекс может там еще кто-то в графике майнкрафт и здесь даже сам стив это человек из реального мира и причем еще и толстый и старый но как-то им вот именно вот это мне кажется самой главной причины почему этот тизер получился таким за дизлайканом ну ладно короче в принципе я вроде все сказал свое мнение лично пишите свое мнение в комментах обязательно будет интересно прочесть ну и я это когда этот фильм выйдет я его обязательно посмотрю также скажу свое мнение я не жду что он мне прям сильно понравится но кто знает может быть я еще изменю свое мнение ждем 4 апреля 2025 года оставайтесь на канале максимадзе с вас и коз подписаться с меня эпичные видосы подписывайтесь на мой влоговый канал канал заняв группу вконтакте вступать будем следить за новостями будем следить если будет следующий трейлер тоже пожалуй сделаем на него анализ и всем пока субтитры сделал DimaTorzok